Всем привет, я Алексей. Мы, значит, едем по Золотому кольцу, встали около деревни Мордыш или Мордыш, я не знаю, если честно, как это произносится. Давайте рассмотрим конкретную модель велосипеда, ее плюсы и минусы. Трек 3500. Данный велосипед практически полностью в стоковой комплектации. Добавлен багажник и крепление для айфона. Вот, собственно, все остальное родное, как было. Давайте разберем по деталям. Это хорошая рама, добротно сделанная, ботингованная, по-моему, гидроформированная. Ну, то есть, как бы, это велосипед для начального уровня, но такой хороший. Дальше, обвес. Шимана Турней спереди-сзади, то есть, это достаточно дешевая обвеска. Тормоза, дисковые механические зумы. Пружинная ластомерная вилка начального уровня, без блокировок и настроек, кроме привода. Двойные обода Bontrager и покрышки тоже, соответственно, Bontrager. 21 скорость, монетка интегрирована с тормозной ручкой. Хорошие мягкие грипсы. Шимановские шатуны на квадрате. Пластиковые педальки. Жесткое полуспортивное седло. Багажник специально для похода поставлен фирмой TransX. Что хочется сказать, это хороший макет велосипеда. Но макет в том плане, что здесь очень хорошая рама, надежная. Все остальное обвес. Трек вообще очень специфическая марка. Они делают очень по-хитрому. Они берут охренительную стоимость велосипеда. По крайней мере, на текущий момент они это делают. По сравнению с конкурентом ничем не выделяются. Кроме, пожалуй, надписи Bontrager на покрышках. Но при этом стоят по сравнению с другими марками сильно дороже. Непонятно за что. Хотя с точки зрения прочности рамы, здесь на них нельзя придираться. Они очень качественно делают рамы. Поэтому данный велосипед по-хорошему нужно потихонечку заменять все детали. Чтобы они устраивали владельца. Хотя, в принципе, если вас устраивает такая комплектация, ничего плохого о ней сказать тоже нельзя. Кроме, пожалуй, пластиковых педалей, которые очень ненадежны. Ну, с вами был Алексей. Подписывайтесь, рассказывайте друзьям, заказывайте у нас рекламу, ставьте лайки. До новых встреч!